Мы сегодня работаем в реальных живых условиях, поэтому если будете слышать звук строки, не обижайтесь и не садитесь строком. Вот я так понимаю. Добрый день, меня зовут Светлана Пташец, и сегодня я хочу рассказать вам про освещение. Про освещение жилого помещения в частности. На сегодняшний день существует довольно много видов освещения в квартире, в доме, которые зависят от зональности, от пожеланий заказчиков, от каких-то технических особенностей. И сегодня есть системы, которые позволяют делать нам довольно сложные вещи, чего мы не могли получить, скажем, 10 лет назад. Классический прием, когда в центре помещения располагается люстра, он в принципе никуда не ушел, и он имеет место быть. Но сегодня всем хочется более интересного света, более интересной динамики света, более интересных решений интерьерных. Сегодня я хочу вам рассказать про интересную интерьерную систему освещения от компании «Центр Свет». Это интерьерные светильники серии «Инфинити». Светильники могут быть как встроенные, так и накладные. И в принципе очень широкая у компании линейка самих светильников, которые вставляются в профиль, которые в условиях одного профиля, одного трека могут меняться, дополняться, убираться и так далее. Я бить не буду никого. Я никого не бью. В этом видео ни один оператор не пострадает. Сейчас у меня в руках два светильника системы «Инфинити». Как я говорила, компания «Центр Свет». Они лаконичные, мега стильные и очень-очень качественно выполнены. Таким светом занимаются на сегодняшний день и другие компании, но «Центр Свет» имеет определенный плюс в сравнении с другими производителями, так как светильники не являются магнитными. Они легко защелкиваются с помощью специальных защелок в профиль и также легко с помощью этих защелок достаются. У магнитных светильников есть определенный минус. Они под собственным весом со временем имеют шанс выпасть. «Центр Свет» — это премиальное освещение, которое на самом деле далеко не все могут себе позволить. Но я хочу донести до людей все прелести этого света. Я хочу донести до вас все прелести этого света. Это освещение того стоит. Это не реклама «Центр Свет». Плюс системы «Инфинити» в том, что вы можете в процессе жизни использования данного света рассчитать необходимое количество и мощность ламп, так как лампы всегда можно добавить или убрать. Можно начать с малого и постепенно по необходимости добавлять светильники. Один нюанс, который при этом нужно учесть, то, что нужно заранее заложить блоки питания более мощные. Или опять-таки поменять блоки питания, но это в принципе просто повлечет за собой дополнительные расходы. Светильники очень изящные. Система «Центр Свет» отличается от других систем не только тем, что она не магнитная, а еще тем, что она имеет маленькую глубину встраивания в сегодняшних реалиях, в реалиях наших квартир. Это очень большой плюс, можно сказать, потому что, как правило, потолки от застройщика... Я скорее буду говорить сейчас про квартиры, чем про дома. Но и в домах тоже такая ситуация возникает. Потолки от застройщика идут не очень высокие, и всегда хочется максимально сохранить высоту потолка. Ну да и когда потолки высокие, тоже хочется сохранить высоту потолка. В «Центр Система Инфинити» встраивается гипсокартонный потолок, встраивается натяжной потолок, и также могут быть накладные. Сегодня мы вам покажем именно встраиваемые светильники, встраиваемые профиля. Глубина встраивания 5,5 см. Это самая маленькая глубина в линейке таких светильников разных производителей. То есть мы можем минимально опустить потолок на 5,5-6 см, при этом получить красивые, лаконичные, встроенные светильники, не громоздкие, не тяжелые визуально и эстетически, которые дадут достаточное освещение, при том, что, как я уже говорила, можно добавлять светильники при необходимости. И в линейке есть светильники разной мощности и разных размеров. То есть такого плана светильник может быть меньше и менее мощный, а такого плана светильник может быть тоже разных мощностей. Есть привычные нам стаканчики в данной линейке, есть еще интересные разные решения. Такого же плана светильники, только магнитные. Есть у других производителей. Это Майтони, это Орлайт и другие бренды, которые вы точно так же можете приобрести и использовать. У них есть определенные минусы, о которых я сказала, и я, наверное, подведу какую-то такую черту. Один из первых минусов – это то, что системы в основном магнитные, и они со временем могут стать не совсем надежными. Второй минус систем – то, что у них более узкая линейка и более крупные габариты, то есть больше глубина встраиваемой части, больше размера накладных треков, если речь идет о накладных светильников, больше размера самих светильников. Они не такие изящные, не такие аккуратные. Ну, а в принципе, в основном они сплошные плюсы, и системы на данный момент доставляют нам только радость, приятные эмоции дизайнерам, я думаю, не только мне, а многим другим дизайнерам, дают возможность создавать очень крутые, интересные, динамичные интерьеры. На данный момент я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, что эти светильники моим заказчикам кажутся довольно дорогими, но, поверьте, это свет в будущем. Такие возможности, какие дает это освещение, вы не добьетесь никакими другими светильниками, они действительно выглядят очень круто и позволяют решать очень разные вопросы и проблемы в освещении. Это не реклама «Центр Свет», это рекомендацион. Благодаря неглубокой встраиваемой части, плюс наличию красивых накладных профилей в самой системе, модификации системы, можно делать интересные решения пристельные. Сейчас я просто покажу это на примере одного светильника, но на самом деле, если позволяет толщина перегородок стен, если есть возможность зашить с гипсокартоном, сделать какие-то конструкции, можно точно так же очень красиво сделать освещение по стене, переходящее сплошной линией на потолок. Если говорить конкретно про вот эту линейку, вот этот вид светильников, они, когда ставится в трек, их можно просто полуотно подвигать друг к другу и получаются непрерывные световые линии, которые выглядят очень эффектно. Вы таким светом можете создавать себе каждый день настроение. Светильники в треке двигаются просто, легко, рукой, без никаких там дополнительных действий. Не нужно снимать, вкручивать, откручивать. Их можно передвинуть, повернуть, придвинуть. То есть сегодня вы хотите такое настроение, завтра вы хотите другое настроение. Очень классное решение для подсветки нужных зон в определенное время. Если вы хотите подсветить одну часть комнаты, можно сдвинуть все светильники в одно место. Другое время суток, под другое настроение, все можно изменить. Плюс, в данной системе есть светильники подвесные, которые тоже интересно комбинируются даже с такими светильниками. И я, например, люблю решения, когда у нас есть обеденный стол в помещении, где над ним сложно сделать какую-то люстру объемную, красивую, как-то выделить зонально. Но можно использовать данную систему и повесить интересные подвесные светильники, которые, в случае, если они будут мешать, сдвигаются просто в какой-то конец помещения, край трека. Ну, то есть, определенно, плюсов много, и мы эти плюсы вам постараемся показать. Сейчас дизайнер проделает трюк. Я сейчас буду вставлять светильник, о котором много вам рассказывала, непосредственно в уже установленный, смонтированный и подключенный к сети трек-профиль. Чудо свершилось. Все держится. Ничего не выпадает. И легким движением руки. Подождение. Я бить не буду никого. Я никого не бью. В этом видео ни один оператор не пострадает. Или они... Они говорили немножко нажимать, когда ставить. Это будет жаско. Все, встал. И... А ну-ка, включи. Можешь включить? И мы покажем, как они не вносили двигаться. И легким движением руки. Светильники соединяются воедино. И точно таким же движением руки светильник возвращается в исходное положение или в какое-нибудь другое положение. Украстили же, ну. Я поднимусь по выше, потому что мне не хватает вас. Оп. И он защёлкнулся. Все довольно легко и просто. Светильник движется по треку. Плюс поворачивается... Можно светить? Они просто немножко медленно сжигаются. Светильник довольно легко движется по треку. Плюс может поворачиваться в любом направлении и подсвечивать. А свечать необходимую ломцовую. Вот такая красота. Легкость руки. Никакого мошенничества. Данные системы, в принципе, на мой взгляд, подходят абсолютно для любых интерьеров. По стилистике, по тематике. Они очень интересно комбинируются и в классике. С использованием каких-то интересных классических люстр, розеток, лепнины на стенах. Их можно очень круто вписать. Сабременты, минималистичные интерьеры, лофт, скандинавские. Они могут... Имеют место быть везде. Потому что, как я уже говорила, очень широкая линейка светильника. Так что на сегодняшний день есть выбор даже для самого искушенного заказчика. И с помощью этих систем мы можем создавать настроение в ваших домах, в ваших квартирах, в вашем жилье. А техническую часть по данному свету вам расскажет Андрей. Итак, друзья, всем привет. Продолжаем мы тему по нашему центру светов. Светлана ждала вам основную информацию по данным светильникам. Я немножко расскажу техническую часть. У нас система Infinity. Она немножко универсальная, скажем так. То есть можно и такие светильники монтировать. Это у нас Line, они бывают разных размеров. И такие, это немножко другая серия. Это у нас Tourne Line. Они у нас светят только температуру свечения 3000 кельвинов. Вот. Защита у них IP44. Эти же у нас есть разных размеров. Есть 400 мм, 800, 1600. И температура свечения у данной серии Line. У нее 200, 3000 и 4000. Лично мне нравится, у меня дома стоит 4000 кельвинов. Еще у обоих этих систем защита IP40 стоит у нас. И основной еще критерий, почему я бы выбрал данные светильники, так как они имеют возможность демирования. То есть ставим специальный регулятор и с помощью него можно демирировать свет. То есть делать его тусклее, либо наоборот ярче. Вот. Это очень хороший плюс данных светильников. Ну и еще, как сказала Светлана, мне очень нравится система их быстрого съема. То есть вот у нас есть кнопочка. Вот специальная, которая нажимается, которая разжимает вот эти вот рычажки. Видно на видео, да? Вот. Вот эти вот рычажки. И мы легко можем данную систему снять. Вот. И переставить там в какое-то другое место. Вот эта вот серия LINE, она у нас 800 миллиметров, да? То есть его длина. И что еще замечательно в данных именно светильниках, то что они бывают разной мощности. Бывают 10 Ватт, там, по-моему, и 16, 20 и 32. То есть какая вам подошла, тут и выбирайте. Еще что мне нравится в данных трековых светильниках, а мы их ставим в последнее время очень много в наших проектах, Вот. То, что основной трек, он монтируется, кстати, по этому поводу мы выпустим совсем скоро пост, как это мы делаем. Вот. И то, что его можно приблигать, ну, в любую сторону за счет вот этих вот контактов. То есть в самом профиле есть, скажем так, магнитная линия, назовем ее так, контактная. Вот. Куда соприкасаются вот эти вот контакты. И, соответственно, на всей длине самого профиля происходит контакт со светильником, и он у вас будет работать. То есть в любую точку, хоть в эту сторону можно передвинуть его, хоть в эту. И еще, что мне очень нравится в данных светильниках, это матовый рассеиватель света. Вот. То есть когда происходит свечение, оно происходит у нас, скажем так, мягкое, за счет вот этого вот матового рассеивателя. И, естественно, когда он находится на потолке, обычно на потолке красим матовый цвет, смотрится, ну, однородно, красиво. Система, на самом деле, очень качественная, очень хорошая. Система, хоть, конечно, немножко и не всем по карману, наверное, но разложите это на длительный период данную вещь. То есть именно там ремонт делается обычно раз в 10 лет. Вот вы раз в 10 лет купите вот такую вот штуку. Вот. Посчитайте, это войдет вам в сущие копейки. Зато будете получать удовольствие от своего ремонта и качественного освещения. Итак, друзья, я надеюсь, была полезна данная информация. Если это так, ставьте палец вверх, пишите нам в комментариях, на какую тему хотелось бы вам еще раз пообщаться. Вот. А мы дальше будем снимать для вас качественный, бомбный контент. Всем пока. Снять на фигнике. С помощью вот этой вот кнопочки снимается и строка. Да. Оп. Нету стремяночки у нас.